Всем привет! Мы снова на YouTube-канале Головковой Партнеры и мы снова снабжаем вас полезной информацией. Итак, сегодняшняя тема звучит так. Три эффективных способа, как выиграть суту МФО и не быть должным. Если хотите узнать как, досмотрите это видео до конца. Итак, начинаем. Предположим, в какой-то момент вы взяли кредит в МФО. После чего не выполнили его обязательства в срок и на сегодняшний момент вам насчитывают колоссальный долг. Предположим, взяли в МФО 5 тысяч гривен. Как же выиграть в суд и не переплачивать колоссальные деньги по вашему кредиту? Первый способ. Вы можете самостоятельно обратиться с иском в суд или подождать, когда это сделает ваш кредитор. После чего в судебном порядке вы просто признаете ваш кредит, так называемый, займом. Почему займом? Потому что если вы брали МФО, вы его брали онлайн. У вас не было кредитного договора. Не существует договора с вашей мокрой подписью. А значит нельзя доказать, на каких условиях вы его именно брали. Можно лишь подтвердить сумму тела, которая была вам дана, но нельзя подтвердить, что вы согласились с тем, что размер процентов, штрафных санкций и пений будет таким, как его преподносит непосредственно ваш кредитор МФО. Таким образом, в судебном порядке вы успешно признаете ваш кредит займом и платите только то, что фактически взяли. Если вы платили что-то и эти деньги погашали тело, значит ваше тело будет еще дополнительно уменьшено. То есть, повторюсь, вы можете подать иск самостоятельно в суд или дождаться, пока подадут суд на вас, для того, чтобы выиграть это дело. У нас на сайте, вы можете к нам зайти, на сайт и огромное количество практик подобных исков и судебных решений победных у нас выложены на сайте, которые вы можете просто использовать в своей практике и побеждать. Это первый способ. Второй способ. Если вы все-таки решили не подавать первыми и все-таки ждете, что это сделает МФО, и вы, например, понимаете, что уже достаточно выплатили и хотите этот вопрос как-то полностью решить, Если МФО, предположим, подала на вас в суд с пропуском сроков исковой давности, это вам нужно будет самостоятельно установить, то тогда, подав в суд соответствующее ходатайство о том, что МФО пропустило соответствующие сроки исковой давности, вашему кредитору будет отказано в иске, а тем самым он не сможет с вас взыскать ничего. Не сможет открыть исполнительное производство по решению суда и этот вопрос закроется. То есть, он просто нужно вот отследить этот момент, был ли этот пропуск исковой давности или нет. Опять же, у нас на сайте вы можете найти огромное количество информации по этому поводу, судебных решений, практик, образцов заявлений и так далее. И можете смело это использовать и побеждать. Ну и, наконец, третий способ. Предположим, МФО, он самый распространенный, скажем так, не собирается подавать на вас в суд. А тем самым вы не можете использовать срок исковой давности и, если вы сами не подали в суд на МФО, не сможете признать свой кредит займом. Потому что они этого не делают, да. А что они делают? Они берут и делают исполнительную надпись нотариуса. Для того, чтобы обратиться в исполнительную службу, как правило, это частный исполнитель, и открыть исполнительное производство против вас. И повесить вам ту сумму долга, которую они хотят в одностороннем порядке. В этом случае у вас нет других вариантов, кроме как оспаривать эту исполнительную надпись. Рекомендую вам походить по каналу и найти видео на эту тему. У нас их очень много по исполнительной надписи. В частности, есть отдельное видео «5 шагов по отмене исполнительной надписи», да, что вам нужно сделать. То есть, и там вы полностью получите пошаговую инструкцию. Но вкратце я скажу, вам нужно обратиться в суд, оспорить исполнительную надпись, закрыть исполнительное производство и тем самым закрыть свой вопрос с кредитором. Так как кредитор выбрал способ защиты, он сделал исполнительную надпись, вы ее в судебном порядке отменили. В принципе, на этом можно где-то и ставить точку. Таким образом, вы получили сейчас три эффективных способа выиграть суд в МФО. Надеюсь, эта информация будет для вас полезна и вы будете использовать ее в своей, так сказать, жизненной практике побед и успехов. Жмите лайк и подписаться. И получите возможность задать свой вопрос адвокату в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!